Когда-то на этом поле опасный борщевик рос сплошной стеной. Сейчас же попадаются лишь отдельные кустики. На территории открытого акционерного общества «Горняк» в деревне Жабин видно, что покос сорняков проводился, но следом уже успели вырасти новые, которые вовсю цветут. Еще немного и созревшие семена разнесет ветром на всю округу. Поэтому сейчас важно не упустить момент для повторного покоса. Как видно, что хотя и борщевика количество уменьшилось, его окашивание проводилось, но все равно еще работы много. Поэтому сейчас будут повторно выданы предписания. Борщевик опасен тем, что особенно при яркой солнечной погоде, когда сок попадает на тело обнаженное, возникают химические ожоги, которые очень трудно заживают. Борщевик при благоприятных условиях может вырасти до 3-4 метров. Например, как на этом частном участке. Покос здесь явно не проводился, поэтому хозяина ждет предписание. «Эти все сорняки, когда вызрывают, они разлетаются по полям. И, естественно, на следующий год надо большие средства денежные закладывать, для того, чтобы закупать химикаты и уничтожать все эти растения». Еще один вредный сорняк – золотарник. Для аграрьев он опасный вредитель, поскольку его семена разносятся ветром на большие расстояния и затрудняет произрастание сельскохозяйственных культур. Он настолько активно разрастается, что начинает вытеснять другие виды растений. «Сейчас мы находимся возле дороги на Авины. В прошлом году здесь большие площади заняты золотарником. В этом году положение улучшилось. Сейчас вместе с землей устроились и посмотрим, на кем эта территория закреплена. И будем вызывать или то ли сельский совет, то ли Старобинское лесничество, чтобы они немедленно приступили к его уничтожению». Во время нашего рейда за Старобинской пожарной частью была обнаружена несанкционированная свалка. Гора строительных отходов, шифера и стекла, покрышки, мелкий мусор. Что интересно, там же лежал и бездумно выброшенный пакет с документами, по которым, возможно, и найдется нарушитель. Стоит отметить, что на этом месте нелегальная свалка образуется постоянно. Как видно, ввоз и ныне там. Постоянно здесь образуются свалки. Ни местный совет, ни участковые мер не принимают. Ну вот, мы нашли сейчас документы, по которым выясним виновных и будем наказывать и заставлять это все устранять. Хотя, если бы почаще поседать, если не совета проезжало, здесь хотя бы раз-два за неделю, то это бы, наверное, не было. А какой штраф может ожидать? Ну, здесь же и ущерб за грани, здесь может быть до 10 миллионов. Решением проблемы стихийной свалки в Старобине, по мнению Александра Горнишевского, может стать шлагбаум, запрещающий въезд на эту территорию. Спасибо. Продолжение следует...